Я очень люблю хоккей и очень люблю командные виды спорта, потому что помимо психологии человека, там ещё есть психология группы. Этот коллектив для меня как показатель. Они когда-то были на пике популярности. Сумма талантов членов команды не равна их результату. Если один согласен, второй нет, мы пересматриваем правила. Это сложно. И даже проводилось много исследований, которые показали, что это как большой механизм, который живёт, развивается. Если кто-то заболел, нужно его полечить. Всем здравствуйте! С вами я, психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, гипнолог. И сегодняшняя тема нашей встречи – спортивная психология, в частности, командные виды спорта. И у нас в гостях… Я Мария Кирдеева, спортивный психолог. Эльвира, я очень люблю хоккей и очень люблю командные виды спорта. Потому что помимо психологии человека, там ещё есть психология группы. Групповая динамика, команда образования, коммуникация. На самом деле в командах происходит некая магия. И вот изучение этой магии для меня безумно интересно. Давайте же скорее смотреть запрос. Давайте. Здравствуйте, Мария Александровна и Эльвира Юрьевна. Меня зовут Екатерина. Я капитан женской хоккейной любительской команды. Наша команда образовалась всего год назад. Возраст играющих женщин – от 15 до 52 лет. Есть как начинающие спортсменки, так и девушки с опытом игры в хоккей. У всех огромное желание научиться всем тонкостям любимой игры. Но, к сожалению, у многих, а особенно у новичков, начинается быстрый прогресс, а потом резко останавливается техническое развитие в данном виде спорта. Из-за этого люди становятся раздражительными, нервными, опускаются руки, пропадает желание посещать тренировки и выкладываться на 100% своих возможностей. Также у многих наблюдается очень тревожное состояние перед товарищескими играми или турнирами. Спортсменки не всегда могут успокоиться и взять себя в руки. Из-за этого они могут раскрыть свой настоящий потенциал. Будем очень признательны, если вы, как специалисты, дадите нашей команде рекомендации, как справляться с тревожностью, агрессией и как мотивировать себя для дальнейшего развития в нашем сложном виде спорта. Спасибо большое. Мария, скажите, работа в команде, спорт, командный вид спорта – это про доверие или про что? О, ну вы знаете, там много, много компонентов, да, много всего. Конечно, что такое вообще команда? Это не просто группа людей. Это группа людей, у которых есть, во-первых, безусловно, общие цели, общие правила коммуникации и много всего такого. И тут, как психолог, я работаю не только по отдельности с игроками, но и со всей командой. И очень важно помочь им сплотиться, очень важно помочь им выстроить правильную, прям вот сделаю акцент, правильную коммуникацию между друг с другом. И самое главное, чтобы у них действительно было правильное понимание общей цели, к чему они идут, как они к этому идут. Ну и, конечно, эмоциональная поддержка. То есть получается, как в семье, это как большой механизм, который живёт, развивается. Если кто-то заболел, нужно его полечить. Не серчать же его. Ну, всё верно, да, конечно, нужна поддержка. Как в семье, да. Конечно, они не обязаны любить друг друга, но быть настоящим товарищем по команде – это тоже особый навык. То есть быть вместе, объединяться, куда-то идти вместе пошагово, да, то есть и строить какую-то общность. Это, наверное, очень сложно. Это сложно. И даже проводилось много исследований, которые показали, что, ну, так обобщенно говорить, что сумма талантов членов команды не равна их результату. То есть вы можете собрать, мы, кстати, такое иногда видим, просто суперзвёзд в своих видах спорта в одну команду, но они не покажут того результата, того потенциала. На который рассчитываются, на тренеры. Да, да, да. И тут вот мы работаем именно с этими групповыми процессами, динамикой, команднообразованием, сплочённостью. Есть много там различных таких социальных процессов, которые нужно учитывать и обязательно контролировать. Ну вот если перейти к нашему вопросу, я услышала, что здесь команда, состоящая из девушек разных возрастов, буквально молодёжь, и до 50 лет практически женщины собрались. Как в таких коллективах выстраивается коммуникация, когда одни женщины и разновозрастная группа? Есть ли там какие-то лидеры, кого-то нужно уважать, слушаться, или как там осуществляется коммуникация вообще? Да, вы знаете, действительно задачка непростая, потому что команда, во-первых, она любительская, но там у всех разный опыт игры с хоккеем, разный возраст, у каждого наверняка ещё свои мотивы и свои цели. И разные физические данные. Всё разное. Да, всё разное. И тут нужно ещё это подвести под некий такой единый знаменатель. Задача очень непростая, но, как мы говорим, выполнимая. На что бы, так как экспресс-совет, я бы обратила внимание как тренер. Что бы я посоветовала здесь тренеру, как поддержать, скажем так, своих девочек? Ну, во-первых, давайте перенём ситуацию, то, что там девушки игра с разным опытом, в свою пользу. Например, создадим такую игру, систему наставничества. Возьмём более опытных женщин и дадим им роль наставника в адаптации, интеграции девушек-новичков. И рассказывать им про свой опыт, про то, как они справляются с ситуациями стресса, как они учились. Про всё вот это оказывать некую такую и социальную поддержку, и некую тоже такую тренерскую. В чём плюс? Во-первых, у девушек с опытом у них поднимается собственная значимость. Во-вторых, они заново пытаются систематизировать свой опыт, свои знания, и для них, для самих что-то открывается новое. Девушки, которые без опыта, они получают сильнейшую поддержку, и они чувствуют, что они не просто какие-то такие вот нулевые, что их стараются чему-то научить и поддержать. Вопрос по поводу того, что достигают некого потолка, потом не развиваются, и вот их это как бы подрывает верность в себе, где-то раздражает и так далее. Тут тоже задача тренера и капитана команды тоже, потому что в командах есть ещё капитан. Это такой лидер именно в неком таком эмоциональном плане. Если тренер больше отвечает за стратегию, за технику, то капитан отвечает именно за такие вот процессы эмоциональные в команде. Его нужно привлекать. Итак, что бы я здесь посоветовала тренеру? Такие, опять же, экспресс-советы. Как успокоить девушек в том, что им кажется, что они больше не развиваются? Ну, во-первых, объясните им, что это некая иллюзия. Конечно, когда мы начинаем приобретать какой-то новый навык, возможно, поначалу у нас есть такой некий вау-эффект, когда на что-то получается, нам кажется, мы сильно прогрессируем, а потом, достигнув определенного уровня, нам кажется, что уже не такими темпами. Но дело в том, что тут уже идет такая более ювелирная работа и отточка каких-то технических навыков, возможно. Здесь нужно обязательно прописывать в плане тренировочного процесса вот эти те же самые процессуальные цели, что мы сегодня учим, для чего, как, почему, как долго это будет. Просто всегда объяснять, чтобы у девушек не было завышенных ожиданий. Но одновременно всегда делать акцент, обращать их внимание на то, что даже пусть маленький, но какой-то прогресс же все равно что-то было, чему-то научились, чем-то справились, как-то чем-то овладели, обращать всегда внимание даже на маленькие, скажем так, победы. Вот. Самое главное, конечно, никаких завышенных ожиданий. По поводу тревожности, это все, что мы говорили ранее в предыдущих видео, все вот эти техники, как мы снимаем страхи, тревожности, волнения. И, конечно, я бы тут еще порекомендовала всем командам обязательно создавать свою командную миссию, командные нормы, прямо в писемном виде. В создании миссии и нормы обязательно участвуют все участники, члены команды, потому что для них она должна быть лично значима, что они его лично, что не за них придумали, а что я, для меня это тоже важно, я с этим согласен. Миссия, нормы, командные цели, то есть у каждого есть, конечно, свои мотивы, свои цели, занятия хоккеем здесь, но создать для команды какую-то долгосрочную цель, например, на сезон, также ее подразбить на какие-то мелкие, исследовать им. Если что-то не получается, ничего страшного, мы всегда цели можем, в зависимости от обстоятельств, перезаписать, но чтобы было видение, вообще, пути, к чему мы идем, как мы идем, как мы себя в этом пути чувствуем, и, конечно, эмоциональная поддержка друг друга. Вот что-то вы можете мне со своего опыта рассказать про командные процессы, или, может быть, групповые процессы, процессы коммуникации? Полностью согласна с вами, что нужно выстраивать определенные нормы, правила, и каждый должен участвовать, точно так же, как в системной семейной терапии, когда приходит пара, допустим, в период кризиса, или после каких-то проблемных ситуаций, мы им даем право, возможность выработать какие-то новые правила, и они их составляют вместе. Я, как терапевт, могу предложить им разные варианты, но они могут это поддержать, либо отвергнуть, но в любом случае они оба должны им следовать. Если один согласен, второй нет, мы пересматриваем правила и выносим новый свод правил, по которым они дальше будут жить, выстраивать дальше коммуникацию. Я так понимаю, что большой коллектив спортивный, это как семья, у них есть тоже какие-то коммуникации и взаимоотношения, кто-то когда-то ссорится, кто-то мирится, это неизбежно, мы все люди, мы все эмоциональные, и это нормально. Хочу рассказать историю про Абу, вот допустим, это коллектив, который мне очень нравился, мы даже с мужем планировали поехать на их виртуальный концерт, но не получилось. Этот коллектив для меня как показатель, они когда-то были на пике популярности, их песни пели, очень много дисков было записано, и они как будто бы остановили свою деятельность, но прошло время, и они снова смогли объединиться, то есть вот какой огромный потенциал, какая у них командная хорошая работа была и есть, которая позволила им объединиться и с новыми силами начать снова записывать песни, это просто потрясающе, и они снова стали хитами, вот такая вот есть способность у некоторых людей объединяться в команду. Я думаю, на сегодня всё, спасибо всем, кто нас слушал, спасибо всем, кто присылает вопросы, и мы обязательно будем отвечать на ваши вопросы, пишите в комментариях. С вами были я, психолог Эльвира Ингриянчикова, системный семейный терапевт, гипнолог, и наши гости. И я Мария Кирдеева, спортивный психолог. О, спорт, ты жизнь. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok